Защита интересов предпринимательства, а также взаимодействия бизнеса и власти. Эти вопросы обсудили на расширенном ежегодном собрании Щелковской торгово-промышленной палаты. Не первый год в Щелковском районе данная организация работает на защиту интересов представителей бизнес-кругов. Кроме предпринимателей, в мероприятии принимали участие сотрудники район-администрации и глава района. Основной темой собрания стали итоги деятельности организации в 2015 году. Так, торгово-промышленной палаты для предпринимателей введены новые услуги. Сертификация продукции, модернизация нестационарных торговых объектов, а также дополнительные юридические и бухгалтерские услуги. Кроме того, торгово-промышленная палата Щелковского района активно сотрудничает с инвесторами. В прошлом году за поддержкой в организацию обратилось два инвестора, в результате чего открылось новое производство с предоставлением рабочих мест. В результате проведенной работы открыто производственное предприятие на 10 рабочих мест по производству моющих средств для предпринимателей пищевой промышленности. И второе место в работе – это вопрос в уделении земельного участка, в принципе, на хозяйственное производство фирмы по разведению цельных продуктов. Также особое внимание уделялось вопросам расширения экспортных поставок в обход западных санкций. В связи с экономическими ограничениями, повлекшими снижение поставок, в 2015 году по сравнению с 2014 общая выручка снизилась на 25,9%. Тем не менее, у торгово-промышленной палаты есть программы по взаимодействию с предприятиями, которые позволят выйти на западных покупателей. Отдельным пунктом вынесли в повестку обсуждение реализации программы «Качество жизни». Развивая малый и средний бизнес, она дает возможность бесплатного страхования любых детей во время их пребывания в школе или детском саду за счет партнеров, компаний, рекламодателей. Мы в каждом муниципальном образовании формируем комиссию на площадке администрации и местной палаты, формируем список рекомендованных компаний к уникальному маркетинговому механизму. Мы получаем списки в управлении по образованию детей того района, где работаем. И деньги полученные от предпринимателя на рекламу используются на изготовление такого буклета и на страховку ребенка. Число членов палаты в этом году существенно увеличилось. За отчетный период в организацию были приняты 45 предпринимателей. Кроме того, за второй полугодий удалось привлечь 37 новых клиентов. Это впечатляющий для муниципалитета результат. За это время у нас увеличилось число членов торгово-промышленной палаты. Сейчас их количество 75. И поднимаются такие очень актуальные вопросы, которые сегодня было интересно слушать. Успехи Щелковской торгово-промышленной палаты отмечаются и Московской областной думой. Особенно заметны взаимодействия бизнеса и власти в социальной сфере. Однако необходимо выделить место и для развития других направлений. Торгово-промышленная палата является связующим звеном между бизнесом и властью. Я уверен в одном, что для Щелковского района на сегодня помимо решения социальных задач здесь стоит очень большая и я скажу, что в ближайшее время у нас станет острой задачей создание новых рабочих мест. Вместе с вами мы здесь в данном случае союзники. В заключении собрание избрало делегатов и на съезд торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Наш район на этом мероприятии представят Ольга Русакова и Владимир Демин, заместитель генерального директора ЗАО «Щелково-Аграхим». Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...